МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу новостей на телеканале Обгенск ТВ. Здравствуйте! И в студии Георгий Розываев. А также Дарья Человекова. Коротко о главном. Спасите наши реки. На консультативном совете глав муниципальных образований области обсуждали проблемы экологии. После выхода в эфир поврежденную теплоизоляцию Ермолинских теплотрасс восстановили. В Калужском регионе хватает нерешенных экологических проблем. Особенно сильно от деятельности человека страдают реки и иные водоемы. Сегодня на консультативном совете глав муниципальных образований области в том числе обсуждались возможные пути уменьшения антропогенного воздействия на окружающую среду. Совет проходил в формате видеоконференции. По сообщению министра экологии и природных ресурсов Варвары Антохиной, только 21% рек можно отнести к категории условно чистых. 26% водотока соответствует качеству слабо загрязненная, 16% очень загрязненная, 32% грязная, 5% очень грязная. В процессе мониторинга выявлено наличие ряда водных объектов с недовлетворительным состоянием воды в устьевом участке. Реки Цыганка, Сечна, Киевка, Городенко, Росвянка, Нара, Страдаловка. В сравнении с 2018 годом, в 2019 наблюдается ухудшение качества воды. В 2020 мониторинг состояния рек будет продолжен. По региональной программе завершат расчистку русла реки Жиздры. За федеральные субвенции будет очищено русло Сечны. Упомянута была и протекающая через Обнинск протва. Отдельное внимание уделено мониторингу реки Протвы, как водного объекта, испытывающего сильную атропогенную нагрузку. В ходе мониторинга выявлено, что на участках водотока, подверженных воздействию источных вод, качество воды значительно ухудшается. Выявлено, что негативное воздействие на качество воды реки Протвы оказывает при токе дырочная угодка. Согласно информации возглавляющего областной минстрой Егора Веркова, только 43 станции водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии. 88 в критическом. Нужно или проводить реконструкцию, или строить новые. Общее число таких объектов по области – 131. Не обошли стороной и Ермолинские очистные. Их планируют обновлять за средства фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Буквально на ближайшем заседании правления госкорпорации заявка по Ермолинским очистным сооружениям, которая стоимость, мы все знаем, порядка 735 миллионов рублей. И сами очистные сооружения, и порядка 300 миллионов рублей коллектор, который к этим очистным сооружениям будет построен. Начнут в 2020 году, завершат в 2021, уверяет министр. Правда, есть еще те, кто помнит, обещаниями реконструировать очистные в Ермолине кормят с конца 90-х годов. Для улучшения качества воды в населенных пунктах, рассказал министр, строятся станции очистки. На текущий год запланировано создание 60 таких станций в небольших населенных пунктах. В регионе ведется активная работа с привлечением средств из бюджетов разных уровней для ремонта и реконструкции очистных. Егор Верков уверен, что комплекс мероприятий, разработанных на ближайшие годы, позволит решить проблему сброса неочищенной воды в реке. Глава Обнинского самоуправления Владимир Викулин напомнил, что раньше в Протве можно было без боязни накупаться. Сейчас положение дел хуже некуда. Нужно создавать комиссии не в случае необходимости по контролю за экологией наших рек. Такая необходимость есть, и это нужно обязательно делать. И добавить такой пункт, рекомендовать законодательному собранию Калужской области создать рабочую группу за контролем исполнения мероприятий по устранению антропогенного воздействия на реку Протву. Виктор Бабурин отметил, много ресурсов приходится тратить на очистку воды. И причина в том, что недостаточно усилий прилагается, чтобы не загрязнять окружающую среду. Это вопрос пока остается один из самых больных. Председатель ЗАГС Собрания отметил, что в видеоконференции почти не принимали участие депутаты. А ведь именно им потом общаться с избирателями и доносить актуальную информацию. С чем же связано их отсутствие? Егор Олегович, вам на путь я хочу сказать. Вот вы сейчас сказали там, это тогда-то было сделано, это тогда-то, это тогда-то. Вот здесь одна и просьба, и требование всего депутатского корпуса. Сказали в 2023 году, значит в 2023 году это должно быть сделано. Если к определенному сроку нет возможности выполнить работы, не надо и обещать. Лучше доходчиво объяснить населению причины задержек. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Ермолинские трубы одели в железо. На повреждение изоляции теплотрасс жаловались жители, проживающие в доме номер 2 по улице Советской. 15 января съемочная группа телекомпании Обнинск ТВ выезжала в Ермолино, чтобы узнать причины возникшей проблемы. Мы платим большие деньги, но ничего до сих пор не сделано. Год прошло. И депутаты вызывали Абасова, и 15 числа опять на Думу они его вызывают. Он обещает сделать, но ничего не делается. Тарифы повышаются, плата повышается за отопление и за горячее водоснабжение. А ВОЗ и ныне там. Руководитель местных тепловых сетей Эльдар Абасов пообещал восстановить целостность труб в ближайшее время, несмотря на то, что, по его словам, в этом месте был нарушен только эстетический вид, а не сама теплоизоляция. В одном месте коты ободрали стеклоткань, а в другом обломился кусок рубероида. На других же действительно проблемных участках теплосетей необходимый ремонт был произведен. Тем не менее, вскоре после выхода репортажа в эфир, трубы отремонтировали и в районе дома номер 2 по улице Советской, и за городской администрацией на улице 1 Мая, и рядом с палатками, а также в Русинове, возле новой детской площадки. Теперь ермолинским котам до стекловаты не добраться. Кстати, их изображение можно увидеть на стенах этого же дома номер 2 по улице Советской. Украсила здание симпатичными мультяшными персонажами местная художница Айши Малинина. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обницк ТВ Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 28 января в первой половине дня произошло серьезное ДТП на территории жилого комплекса «Экадолье». По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля марки «Ниссан» не справилась с управлением на скользком дорожном покрытии. Машина попала в занос и сбила дорожный знак. По оперативным данным, автоледи не пострадала. А вот и на марке потребуются дорогостоящие ремонтные работы. На место инцидента прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются. Далее в 11 часов по адресу Курчатова, 28, была зафиксирована небольшая авария. Водитель за рулем такси «Рено», включив заднюю скорость, начал выезжать с места стоянки и, не рассчитав дистанцию, зацепил припаркованную отечественную легковушку марки «Лада». Участники ДТП не сошлись во мнениях по поводу повреждений кузова машин, поэтому вызвали дорожных инспекторов для разрешения вопроса. А ровно в полдень дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Ленина, 85. Девушка, управлявшая иномаркой «Ниссан», решила объехать препятствие справа в виде знаков дорожной работы. И, неправильно оценив дорожную ситуацию, врезалась в заднюю часть кузова впереди стоящей Нивы «Шевроле», водитель которой приостановился, чтобы повернуть налево. Машины встретились ровно посередине проезжей части, и это заметно осложнило проезд другим автомобилистам. 12.30 улица Белкинская, 5. Дорогу не поделили две иномарки «Ниссан» и «Митсубиши». По словам водителей, они не увидели друг друга из-за плотно припаркованных машин. На момент разбирательства данного инцидента движение на этом участке дороги было временно заблокировано. Не обошлось без дорожных происшествий и 29 января. На участке дороги проспекта Маркса, 34, автомобиль марки «Рено» врезался в Киа. Со слов водителя, допустившего столкновение, выезжая со стоянки, он не заметил проезжающую серебристую иномарку, так как обзор ему заслонил ряд припаркованных автомобилей. К счастью, во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших. Дарья Человекова, Алексей Гавшин, телекомпания «Обгенск-ТВ». На протяжении минувшего года Обнинским отделом госавтоинспекции совместно с администрацией города проводились различные профилактические мероприятия, направленные на работу с юными жителями Наукограда. Содействие в организации таких событий активно оказывали и местные предприниматели. В этом году состоялась торжественная церемония награждения руководителей городских предприятий за помощь в профилактической работе. Кристина Забожко расскажет подробнее. Такая проблема, как дорожно-транспортный травматизм, остается актуальной не только для Обнинской, но и для всей Калужской области. Основная форма профилактики – это проведение различных мероприятий. Внимание дети, безопасное колесо, конкурс рисунков на асфальте, дорога глазами детей и многие другие городские акции были проведены за минувший год. Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания и нежелания это делать. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения. И во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге может обеспечить, в первую очередь, мы можем обеспечить взрослые личным своим примером. Особый вклад вносят и городские предприятия, расположенные на территории Обнинска, помогая в организации детских праздников, конкурсов и других социально значимых мероприятий, направленных на то, чтобы обучить детей правилам дорожного движения. На торжественной церемонии награждения представителям активных организаций были вручены благодарственные письма от администрации Наукограда и госавтоинспекции. Приобретали нам жилеты светоотражающие, которые мы на наших велосипедистов одевали, и они потом поехали по всему городу, 100 человек в этих жилетах. Это тоже было здорово. Спасибо большое. Комиссия работает много лет уже, да, и комиссия ежемесячно, то есть чаще собирается и решает много очень вопросов и обращений граждан, и системные вопросы. Но мы вот первый раз вот решили все-таки вспомнить все, что было сделано за год, и то, что люди, которые сегодня были награждены, это те, кто действительно душу свою вкладывает, это не их обязанность. Есть люди, которые обязаны выполнять, а это не их обязанность, это их благородное, я считаю, желание. Было вручено более 10 благодарственных писем среди тех, кого наградили аптеки, автошколы, рестораны общественного питания, руководство спорткомплекса «Олимп», городского парка и другие обнинские организации. Кристина Забожко, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ В Обнинске недавно завершился конкурс «Старшеклассник года», в котором могли принять участие школьники 9-10 и 11 классов, проявившие себя в олимпиадах, литературных, технических, художественных, театральных конкурсах или в спортивных соревнованиях различного уровня. Об итогах мероприятия рассказал директор Обнинского молодежного центра Евгений Потопальский. Конкурс проводился с целью раскрытия личностного потенциала, повышения социальной и познавательной активности обучающихся в старших классах общеобразовательных заведений Наукограда. Конкурс проводился в два этапа. Заочный тур заключался в следующем. Воспитанники школ должны были предоставить свои заявки и личные портфолио с информацией о научных, учебных и прочих достижениях. Мы ежегодно проводим свой городской этап, вне зависимости от того, победит кто-то на области или не победит. Потому что это очень важное мероприятие. Во-первых, мы показываем, что есть школьники, которые действительно очень выдающиеся во многих направлениях. А во-вторых, это лишняя возможность подтвердить ребятам, что то, чем они занимаются, оно не просто так. Это не только для того, чтобы быть лучше, развиваться, применять какие-то знания свои в каких-то областях, а это лишнее подтверждение того, что когда-то разносторонние, это ценится людьми. В этом году конкурс немного изменили. Победители определяли в четырех номинациях – интеллект, творчество, спорт и старшеклассник года. Участие в городском конкурсе приняли шесть школьников. Количество заметно сократилось по сравнению с прошлым годом. Зал был полный, потому что каждый человек привел с собой группу поддержки. Были транспаранты, были кричалки. То есть мероприятие получилось очень такое живое. Но отличается от прошлого года, потому что в прошлом году были участники, и они представляли, в силу того, что это мероприятие предполагает деловую самопрезентацию, оно проходит в таком вот спокойном обычном формате. Но группа поддержки, которая действительно заполнили весь зал, они очень раскрасили это мероприятие и сделали его таким живым. Конкурсанты продемонстрировали таланты в танцах и пении, рассказали о своей проектной деятельности, делились своими планами на будущее. Члены жюри оценивали не только успехи старшеклассников, но и активность групп поддержки. По итогам конкурса в номинации «Спорт» победу одержал Максим Антоненко из лицея «Держава». Самой творческой оказалась Ульяна Матусевич из школы номер 10. Победа в номинации «Интеллект» досталась ученику из лицея «Держава» Федору Овчаренко. А старшеклассником года стала ученица школы номер 1 Анна Федулова. Лучшие представители старших классов Наукограда примут участие в областном очном этапе, участниками которого станут более ста школьников Калужского региона. А наша программа подошла к концу. Напоминаем, что с новостями этого выпуска вы также можете познакомиться на интернет-сайте телекомпании в группе «Обненск онлайн» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Мы желаем вам всего доброго и прощаемся. До завтра.